Привет! Сегодня я вам расскажу о двух инструментах маркетинга, которые принесут вам деньги без бюджета и вложений. Топ-1 вопрос на консультациях и в разговорах с моими близкими друзьями звучит примерно так. Ром, вот дай мне один-два инструмент маркетинга, которые я внедрю и они мне сразу начнут приносить денег, но так, чтобы без высшей математики и огромных бюджетов. Ну, вы хотите советов? Их таки есть у меня, мне есть что вам рассказать. Сегодня я дам две методики, которые применимы абсолютно в любом бизнесе. Все крупные компании их применяют. Но интересно, что даже мелкие компании, в которых я когда-то внедрял эти инструменты или продолжаю внедрять, эти инструменты там сработали. А бизнес показывал значительный рост выручки с первых дней внедрения этого инструмента с затратами в 0 рублей. Самое интересное, что каждый цветочный салон, в котором я сейчас работаю маркетологом, вырос благодаря только этим инструментам на 200 тысяч рублей в месяц. Смотрите и записывайте. Инструмент номер 1. Внедрение политик Cross-Sale и Up-Sale. Cross-Sale – это когда мы допродаем вдогонку какой-то дополнительный товар к тому, что человек уже выбрал. Допустим, к брюкам логично допродаем ремень. Up-Sale – это когда мы продаем клиенту более дорогой товар взамен того, что он уже выбрал или хотел купить. Как это работает, для чего это нужно? Представьте, что приходит клиент в цветочный салон и говорит, девочки, соберите мне, пожалуйста, какой-нибудь букетик на полторы тысячи рублей. Там розочки красные и какую-нибудь зеленушку докиньте. И плохой вариант, когда девочка-флорист соглашается с этим пожеланием клиента и собирает ему букет на 1490 рублей, планируя влезть в этот бюджет. В итоге берет эти 1490 рублей и прощается с покупателем. Хороший же вариант – это когда в магазине выстроены политики Cross-Sale и Up-Sale. Что в таком случае происходит? Услышав такую потребность клиента, девочка-флорист говорит примерно следующее. Ну, берем из головы. Давайте соберем букет на 300 рублей дороже, но он будет значительно эффектнее. Я добавлю вот этой прекрасной травы и еще две розочки для объема. И букет станет гораздо пышнее. Хорошо? И человек говорит, ну, 300 рублей? Да, конечно, давайте, пусть будет 1800. Идем дальше. Далее человек подходит к кассе. И девочка-флорист предлагает ему докупить к букету, например, какую-нибудь отличную открытку ручной работы с каллиграфическим почерком, где мы запишем его пожелание или текст для любимой. А еще в эту открыточку мы можем положить отличный бельгийский шоколад ручной работы. Это будет стоить всего 250 рублей. Но эффект от вашего подарка и от вашего букета будет вдвое сильнее. Вы увидите не просто радость от полученного букета у любимой, но и получите значительный вау-эффект. А ту открытку, которую вы подарите за 250 рублей, она ее сохранит и будет хранить на память своим детям. В итоге, в плохом варианте, продавец заработал компании 1490 рублей. А это меньше, чем хотел потратить клиент. Насколько мы понимаем, бюджет у человека был 1500. А во втором случае, флористка заработала для компании 2050 рублей, что на 36% больше, чем готов был потратить клиент изначально. Важно отметить, что здесь никаких дополнительных затрат ни на рекламу, ни капитальных вложений в бизнес не было. Мы просто увеличили вырыжку на 36% благодаря маркетинговой политике. Одной. Что касается моей статистики, собранных с разных компаний, ну в том числе с цветочных салонов. 70% клиентов соглашаются на незначительное увеличение суммы покупки. Еще 40% людей готовы докупить что-то к основной покупке. А теперь вуаля, математика. Допустим, существует какая-то нищая цветочка, которая делает 100 чеков в месяц. Это нормальный показатель для ларька, сильно не углубляемся. В итоге представим, что средний чек у этой цветочки 1490 рублей. В месяц эта цветочка делает выручки 149 тысяч рублей. И это без кросселла-пселла. А сколько получит цветочный магазин, который внедрит эти политики? Считаем. Берем 300 рублей, это продажи букета подороже. И умножаем на 70% количество людей, которые на это согласились. Получаем 210 рублей. И берем шоколадку и открытку стоимостью 250 рублей. Умножаем на 40% на людей, которые согласились на допродажу. И получаем 100 рублей. Итого 310 рублей недополученной выручки для цветочки без политикруселла-апселла. В итоге цветочка могла получать 180 тысяч рублей без капитальных вложений. А получается 49 тысяч рублей. Вы скажете, класс, а что нужно сделать, чтобы это заработало? Первое. Само по себе ничего не работает. Мало просто купить носочки, поставить их на кассу. В ожидании, что клиент сам увидит эти носки и захочет купить. Надо предлагать клиентам купить товар подороже. Или купить что-то в дополнении к основному товару. Каждому клиенту настойчиво. Ключевое слово. Каждому. Второе. Посмотреть внутрь своего бизнеса. Нужно определить, какие товары могут продаваться в дополнении к вашему флагману. Флагман это товар, который приносит вам основную часть выручки. К примеру, шоколад и открытка это абсолютно логичное дополнение к цветам. Люди сами это ищут. Так же как мед, конфеты и варенье к чаю, если вы занимаетесь чайным магазином. Привет, сеть Кантата. Или тематические языковые уроки на выезде в дополнении к основному языковому курсу, если вы занимаетесь языковой школой. Третье. Начните записывать обращения покупателей. Какие обращения? То есть, когда человек к вам пришел, у вас что-то спросил, есть ли у вас это, вы сказали нет. Человек развернулся, сказал, очень жаль, я бы купил и ушел. Записывайте каждое такое обращение. Вот именно вот эти потребности являются вашим драйвером роста к кросселл и апселл продажи. Четвертое. Вам нужно разработать и внедрить скрипты продаж для ваших сотрудников или для самого себя. А также внедрить контроль и штрафную мотивацию для сотрудников, которые отказываются повышать чек и склонять человека к покупке более дорогого товара. И отказываются по какой-то причине допродавать ему до кассы. То есть, устанавливаете камеры, проверяете в конце рабочего дня разговоры вашего консультанта с клиентами. Если хотя бы одному консультанту человек не предложил что-то купить на кассе, то штрафуйте его раз в 500 рублей, 2 тысячи рублей, 3-2 тысячи рублей. Человек очень быстро поймет, что если он не хочет зарабатывать деньги для вашего бизнеса, то таким образом будет отдавать свою зарплату. Отлично. С кросселл и апселл мы немножко разобрались. Теперь второй обещанный инструмент. Это переход к системе Jobs to be Done. Что такое Jobs to be Done? В теории маркетинга это концепция поведения клиентов, в котором люди не покупают товар или услугу, а приобретают конкретное решение проблемы или задачи. То есть, мне не нужен перфоратор из Leroy Merlin как предмет. Мне нужна дырка в стене, благодаря которой я повешаю полку на стену, которая от меня уже полгода требует жена, и каждый вечер меня с этой полкой пилит. А когда я повешаю, то по вечерам, приходя с работы, у меня будет тишина, благодать и радостная жена. Потратив деньги на перфоратор в Leroy Merlin, я купил не перфоратор, а свои спокойные, радостные вечера. Теория хорошая, правильная, скажете вы. Но, Ром, как мне применить это в своем бизнесе? При чем здесь я? А у этой теории есть конкретное практическое применение. Реальный кейс, на котором все поймете. Не буду называть компанию, но есть фабрика, которая занималась и занимается производством батончиков для перекуса. Ну, то есть обычные там злаки, шоколад, протеин. У них была какая-то ассортиментная линейка, там клубничный, овсяный, голубичный, еще какой-то. Денег в компанию инвестировалось много. Но компания не росла. Конкуренцию в сетях не вывозит. Тогда в компанию наняли одного известного маркетолога-консультанта. И первое, что он сделал, это перебрал всю ассортиментную линейку компании. Разделение по составу и по вкусам было заменено на функциональное назначение каждого батончика. То есть какие батончики были введены. Батончик протеиновый предтренировочный. Батончик протеиновый послетренировочный. Батончик для похудения и поддержания фигуры. Батончик витаминный энергетический для перекуса студентов во время учебы или подготовки к экзаменам. Непонятную вкусовую структуру ассортиментной политики, которую невозможно не прогнозировать. Управлять ей невозможно. Вы не знаете сколько будет продано и съедено батончиков с клубникой или с голубикой. Все маркетинговые исследования будут врать, так как есть статистическая погрешность. Все это было заменено на конкретную функциональную продуктовую линейку. Более того, это позволило стимулировать сбыт. Спортивные батончики продавались хорошо в тренажерных залах и в магазинах около тренажерных залов. А батончики для студентов, понятно, лучше продавались в студенческих буфетах и в магазинах супермаркетов рядом с студенческими заведениями. И торговый представитель уже знал, куда какой батончик и в каком количестве лучше отправлять, чтобы была оборачиваемость. Что насчет выручки? Так вот, компания меньше чем за год. Выручки выросла в 5 раз. Как применимо это для вас, скажете вы? Ну, давайте я рассмотрю, допустим, чайный магазин и языковую школу. Так как в начале видео я уже эти сферы бизнеса затрагивал. Чай. Обычная структура начинающего чайного магазина и его сайта. Разделение по китайской классификации чая. Белый, желтый, зеленый, красный, черный, пуэры и улуны. Вот сколько людей, которые смотрят это видео сейчас, смогут сказать, чем эти чьи отличаются, какая между ними разница и что это вообще такое. Ну, хорошо, если два. И я еще, допустим, так как я чайный любитель. То есть, человеку с улицы, который случайно зашел в ваш магазин, чтобы у вас что-то приобрести, неплохо было бы почитать википедию и пару чайных энциклопедий. То есть, мимо проходящий человек к вам зайдет и просто офигеет от этих названий и разновидностей, ничего не поймет, улыбнется, развернется, скажет, до свидания, ничего не купит. А вы будете и дальше репу чесать и думать, что с этим делать. А я вам скажу. Поменять расстановку полок и рубрик на сайте. Сделать распределение по Jobs to be done. Сделать раздел на сайты и стеллаж. Первый раздел. Сладкие десертные чаи с медовым и цветочным вкусом для хорошего вечера и расслабления. Второе. Базовые чаи с терпким чайным вкусом, к которому мы все привыкли для регулярного питья. Третье. Травяные чаи и с травянистым луговым вкусом. Четвертое. Крепкие терпкие чаи с глубоко тонизирующим эффектом, близким к кофе. Может ли неподготовленный человек выбрать для себя что-то в таком магазине? Да, конечно, может. В принципе, все вот эти вот желтые, белые, красные, черные, чаи и поэры мы сейчас разделили просто на 4 классификации. Их может быть больше, может быть меньше, может быть более функциональный, может быть менее функциональный. Но нам все понятно. А неподготовленный человек и так вам придет за Байхао и Инжень. Он знает, что это такое и что он после этого получит. Класс. Теперь языковая школа. Кто хоть раз искал для себя языковой курс, как, например, я, понимает, с чем он сталкивается. Он видит сразу кучу непонятных программ и каких-то странных уровней. Если хочешь заниматься английским, ты там сразу видишь, ага, группа Intimidate, Printimidate, Basic, Advanced, Professional и так далее. Если хочешь изучать китайский, там ИЧСКИЕ 1, ИЧСКИЕ 2, ИЧСКИЕ 3, ИЧСКИЕ 4. А если я вот не знаю свой уровень? Ну, сейчас владельцы языковых школ скажут, ну так приди к нам и пройди тест. Ой, это все так сложно, вот не хочу. А представьте, что я, допустим, знаю свой уровень. У меня отличный словарный запас, хорошая лексика. Я замечательно воспринимаю английский язык даже на слух. Но у меня полная жопа с временами. Вот куда мне идти? На самый первый уровень Basic? Так пока мы дойдем до этих времен, я там просто от скуки умру, пока буду 50-й раз изучать алфавит. Может мне пойти на уровень Intimidate? Но Intimidate подразумевает, что ты уже все времена знаешь. И я там буду сильно отставать, и так эти времена я не выучу. В итоге получается, что языковой программы в языковых школах для меня нет. А вот что мешает языковым школам взять и создать конкретные функциональные курсы по Jobs To Be Done. К примеру, первый курс, недельный. Избавляемся от проблем с временами. Супер! Готов записаться хоть сейчас. Второй курс, двухнедельный, субботний курс, который называется Современный американский язык, сленг и живая лексика. Учимся понимать носители языка, смотреть сериалы на английском и понимать, о чем поют в песнях. Круто! Самое крутое в такой системе, что эти языковые курсы начнут вам приносить деньги уже завтра. Почему? Потому что на эти языковые курсы не нужно даже находить новых клиентов. Те люди, которые уже у вас учатся на длинных полугодовых или годовых курсах, они захотят у вас докупить этот субботний курс, как четвертое занятие, и пройти что-то заново. Они, допустим, давно прошли курс при Intimidate, но забыли времена. Раз по субботам вы им их напоминаете. А это что? А это уже политика Cross Sale. На этом на сегодня все. На примерах, взятых из воздуха, чайный магазин и языковая школа, я показал, что политики Cross Sale, Up Sale и функциональные продуктовые стратегии Jobs to be Done можно применить абсолютно в любом бизнесе. И это точно повысит ваши выручки. А чтобы вы захотели применить ее сразу, скажу, что цветочная сеть, в которой я сейчас работаю, только благодаря этим политикам, увеличила выручку на 600 тысяч рублей в месяц. Дерзайте! Подписывайтесь на Instagram, подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, задавайте свои вопросы в комментариях. Если есть вопросы по политикам Jobs to be Done, или по Cross Sale, Up Sale и вы хотите их применить в своем бизнесе, но не знаете как, пишите в личку, я вам помогу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok